вечером поехали посмотреть фламенко такси в гранаде поймать легко за 10 евро доехали до цыганского квартала сакрамонте цыганские дома расположены в пещерах в этих небольших помещениях проходят выступления выступления проходят по несколько раз в день и таких благоустроенных пещер не одна дело поставлена на поток для привлечения туристов билеты заказывали заранее они нам обошлись около 40 фунтов на двоих но правда в эту сумму входило еще бокальчик кавы или рюмка пива как прекрасно выглядит альгамбра поздним вечером заказывать билеты советую заранее так как желающих попасть на представление довольно много фламенко пользуется огромной популярностью представление длится примерно один час не бойтесь я не буду в этом видео показывать полностью это представление но отрывки из него покажу и кое-что расскажу фламенко и цыгане связаны тесно в средние века цыгане мигрировали из индии в исламскую андалусию принеся в формирующиеся искусство фламенко не только традиции индийской вокальной школы но и особую работу ног в танце которую они взяли из катхака сакрального танца северной индии связанного с культом вишну элементы катхака добавили во фламенко внутреннюю силу и эмоциональное напряжение а также внесли в него многообразие техники работы ног долгое время фламенко считалось закрытым искусством так как цыгане жили изолированной группой но в конце 13 века гонения на цыган прекратили и фламенко вышла на подмостки таверн и кафе-контанте обрело свободу какой эмоционально яркий танец а 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 Немного отрывков из выступления. Хотя, чтобы все прочувствовать и получить истинное наслаждение, нужно смотреть все это вживую. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В конце представления выступили дети. Нам очень понравилась фламенко в исполнении испанских цыган. Рекомендую всем, кто собирается посетить Андалусию, обязательно это посетить. Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok 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 После концерта приехали на каком-то автобусе, набитом доверху людьми. Опять нам понравилось вино Пескодор. Мы его первый раз попробовали в Барселоне несколько лет тому назад. Пиво Альгамбра замечательное. Завтра едем в Кордобу, или, наверное, правильное название города Кордова. Я точно уже и не знаю. Ставьте лайки, если понравилось, пожалуйста. Или дизлайки, если не понравилось это видео. Если не лень, пишите комментарии, пожалуйста. В следующей части я расскажу вам об одной маленькой, но очень важной и немного болезненной проблеме. Проблеме, о которой по какой-то причине не говорит ни один блогер, снимающий видео об Испанской Андалусии. Не знаю почему, но проблема, на мой взгляд, очень важная. Особенно для тех, кто собирается посетить Андалусию или собирается жить там какое-то время. Спасибо, что посмотрели. До встречи в следующей серии о нашем путешествии из Англии в Испанию. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин